Три машины пострадали в результате пожара в набережных Челнах. Ауди сгорело полностью, пострадали и два грузовика, припаркованные на платной стоянке. Владелец одного оценивает ущерб в сотни тысяч рублей, второй в несколько десятков. Айрат Назипов о причинах возгорания и кто понесет за него ответственность. Спокойный воскресный день для жителей 52-го комплекса. Был нарушен звуками взрывов и воем сирен пожарных машин. Огонь с поля через заборы перекинулся на стоянку и подобрался вплотную к автомобилям. Серьезно пострадал большегруз МАЗ. Его владельцы уже подсчитывают ущерб. По предварительным данным он составит не меньше полумиллиона рублей. В руках у мужчины страховые договоры. Несмотря на полностью выгоревшую кабину, документы почти не пострадали. Однако в случае пожара они не помогут. Страховая только ОСАГО, каски нет. А восстановление, ну тут кузов надо снимать полностью и кабина тоже целая. Ну рама остается только целая и все. Остальное все выгорело. Кабина полностью изнутри. Стоявшей по соседству грузовой Газели повезло больше. Обгорела лишь задняя часть. Расплавились фонари и номерной знак. Ремонт, по мнению владельца, обойдется в 40 тысяч рублей. Машина нет, не застрахована по каске. Так что сейчас надо будет возможность претензий стоянки выдвигать. Должна смотреть за безопасностью автомобиля, сохранностью. Пострадал автомобиль и за пределами стоянки. В ремонтном блоке сгорело Ауди. Но определить марку лишь по остаткам кузова почти невозможно. В машине не осталось ни одного целого элемента. Огонь полностью уничтожил иномарку. Приехали машину помыть на мойку. Увидели, что огонь идет вдоль, ну там по полосе травы. Трава горела очень сильно. Потом услышали хлопок. И когда пошли, посмотрели, там легковая машина горела очень сильно. Ауди какая-то, я модель точно сказать не могу, но выверла она под ноль. Приехавшие пожарные локализовали огонь. Дознаватели опросили свидетелей. По одной из версий, причиной пожара стала детская шалость. Мы с пацанами увидели сегодня, как там поджигали траву. Мы за ними гонялись, мы их не поймали. Мальчишкам лет 14 или 15. Официальная версия произошедшего неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Проверка по факту возгорания продолжается и может занять до 10 дней. Но уже сейчас известно о наличии признаков как административного, так и уголовного преступления. Айрат Надипов, Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин. Вызов 112.